Adventure Line Productions В этом сезоне игр Старец Фура приглашает вас поучаствовать в захватывающем приключении. Вместе со своими помощниками он вновь бросит вызов участникам, которые придут сразиться с ним. Смогут ли они унести с собой сокровища? Для того, чтобы узнать ответ, приглашаю вас поучаствовать в легендарном форте Боярд. Форт Боярд. При участии департамента Приморская Шранта. Идеи игры Жак-Антуан и Жан-Пьер Митресей. Ведущий Оливье Мин. Режиссер Францис Котт. Оператор Рейфранк Фермен-Гион. Пьер Готт. Форт Боярд. Добрый вечер и добро пожаловать в Форт Боярд. В нашем новом сезоне 2012 года, как вы знаете, Старец Фура придумал много интересного. Конечно же, вы откроете для себя новые загадочные испытания, появившиеся только в этом году. Двери Форта скрывают за собой особые миры, и сегодня вы увидите некоторые из них. Пороховую бочку, а также холодильную камеру. Итак, Старец Фура сделал все, что в его силах, чтобы удивить участников, которые сегодня придут. Чтобы попытаться завоевать сокровища. Участники, с которыми мы познакомимся. Сегодня в Форт прибыли четверо комедийных актеров сериала «Жизнь прекрасна». Дунья Косанс, Анна Диссис, Франк Симонан, Элуди Варле, а также двое певцов Микаэль Миро и Таль. Деньги, заработанные ими сегодня, пойдут в фонд Ассоциации ЛО «Родители и дети», занимающийся помощью и поддержкой отношений родителей и детей. Всем удачи! Вот увидите, начало будет нелегким. Это, конечно же, будет не лишним напомнить, что в этой игре всем распоряжается Старец Фура. Именно он при помощи своего верного гонца Пасмюрая выбирает кельи, к которым мы отправимся. Каждый раз Пасмюрай приносит мне информацию о следующем испытании. Кстати, и где Пасмюрай? Пасмюрай! Лабуль, ты не видел Пасмюрая? А, вот и ты, дорогой друг. От земли до луны. Да, начало будет не из легких. Безжалостный Старец Фура. Спасибо. От земли до луны. Паспарту. Добрый день. Если я вижу тебя, это значит, что команда уже где-то поблизости. Добрый день. Я приветствую всех, Форти Боярд. Добрый день. Звучит гонг, вы только пришли, вот испытания уже начинаются. Сначала вам, разумеется, необходимо отыскать семь ключей. Это единственный способ отпереть дверь сокровищницы. Мы начинаем первое испытание, но находится за этой пестро разукрашенной дверью. Как будто нас приглашают на праздник. Но этот праздник только для одного из вас, и это Франк. Я вас поздравляю. Давай, Франк. Давайте наш боевой клич. Представьте, что подумает Старец Фура. Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Мы не боимся быть смешными. Франк, да, это испытание потребует от участника правильного темпа и стойкости. Я надеюсь, что это именно про вас. Посмотрим хорошо. В любом случае, как говорится, цыплят по усине считают начали. Хорошо, приступаем. Заходи скорее. Давай, давай, давай. Давай. Как вы видите, перед вами рельсы, а на них ракета. Вам нужно протолкнуть ракету к желтому ключу. Франк, толкать ракеты. Ты это умеешь, чтобы освободить ключ? Не лови ее. Самое главное, хорошо прицелиться. Давай, давай, Франк. Вот так, это было несложно. Прекрасно, он получил ключ. Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Хочу сказать, что начало неплохое. Я бы даже сказал, что начало очень-очень хорошее. Она очень хитро устроена. Первый ключ. Отлично. Если честно, то это получилось случайно, или ты очень хорошо оценил расстояние до ключа? Мне повезло, это была удача на самом деле. Понятно, очень хорошо. Ты честен, но удача тебе улыбнулась. Вы получаете первый ключ. Осталось всего шесть ключей. Я надеюсь, что остальные понимают, какая ответственность на них лежит. Да, конечно. У нас нет права на проигрыш. Посмирай, спасибо за следующий свиток. Пороховая почка. Судя по названию, это будет взрывное испытание. Сейчас мы в этом уберемся. Побежали. Очень холодно. Нет, все еще холодно. Да. Здесь немного теплее. Здесь немного теплее. Да, да, да. Тепло, тепло. Уже даже горячо. Горячо. Куда же мне спрятаться? Перед вами дверь, ведущая к пороховой бочке. Итак, есть желающие? Нет, чувствуете, что-то неладное. Попахивает серой. Правда, именно серой. Это будет... Таль. Вот черт. Таль, я не знаю, почему старец Ура выбрал именно тебя, но, наверное, он считает, что ты сможешь справиться. Да, хорошо. Но, вообще-то, у тебя нет выбора. Ладно. Внимание. Три, два, один, начали. Давай, давай. Как вы уже заметили, фитиль подожгли. Поднимайся, вставай, вставай на ящик. Нужно подниматься на... Что нужно делать? Ты увидела ключ? Ты видишь ключ? Да, я вижу. Попытайся поднять ключ вверх. Там наверху должно быть отверстие, чтобы достать его. Вот так. Правильно. Все хорошо, я поняла. Она поняла. Она поняла? Ты поняла? Ничего страшного. Не переживай. Ничего, ты умерла. Не бойся, не позволяй себя напугать. Все хорошо, ты потеряла руку. Ничего страшного, давай. Делай вот так, да. Молодец. Время еще есть. Так, подождите, да, 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 я поняла. Ложись. Подожди, подожди. Это не смешно, но он шутит. Это сложно. Осторожно, осторожно, не торопись. Вот так, хорошо, ты должна поднять его вверх. У тебя еще есть время, Таль. Да, но все-таки... Ну, а как мне... Не бойся. Все хорошо. Сейчас ключ не сдвигается с места. Сосредоточься. Вот так, поднимай его другим ключом. Может быть, попробовать покрутить концы этих стержней? Вот так, молодец. Кажется, неплохо. Молодец. Вот так. Мы слишком оптимистичны. Она поднимает, да. Хорошо. Вот так, ты поняла систему, теперь постарайся немного поторопиться. Я бы сказал, много. Поторопись. А теперь быстрее, быстрее. Но я не могу его достать. Тебе осталось чуть меньше половины времени. Нет, нет. Поторопись. Поторопись немного. Половина? Микаэль очень щедр, но осталось гораздо меньше половины. Выходи, выходи. Ничего страшного, все хорошо. Это было сложно. Действительно трудно. Бочка не принесла тебе удачи, но ты остаешься такой же зажигательной девушкой, будь уверена. Точно. Но, безусловно, проблема в том, что у вас все еще один ключ. Посмирай. Спасибо, дорогой друг. Спасибо. Итак, паспарту. Толкни его. Невероятно, они... Они дерутся? Постоянно. Вы видели это? Итак. Следующее испытание – это интерактивный зал. Отлично, отлично. Интерактивный зал. Это тоже опасно. Побежали. Интерактивный зал. Перед вами интерактивный зал. И к испытанию готовится... Давай, Микаэль. Микаэль, ты должен... Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Это не кричалка, а целый полнометражный фильм. Да, мы не смогли найти ничего проще. Я предупреждаю тебя, ты встретишь молодую девушку, которая может тебе понравиться. Больше я ничего не скажу. Будет жарко. Паспарту прошу. Это келья с современными технологиями. Смотри внимательно. Смотри на меня. Я поведу тебя. Сейчас появятся пауки. Появятся пауки. Чтобы заполучить ключ, ты должен их раздавить. Прямо в центре келья. Внимание. Хорошо. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Начали. Справа, справа от тебя. Вот так. Молодец. А это здесь? За тобой. Слева. Справа. Справа. Наверху. Да. Теперь в центре. Сзади. С каждым пропущенным пауком изображение ключа пустеет. Справа, справа, справа. Нет, сзади. Справа. Слева. Вон там. Твое, вон там ничем ему не поможет. Извините. Ничего страшного. Справа, справа, слева. Мы только на первом уровне. Черт. За тобой. Впереди. Впереди, справа. Сзади, давай. Слева. Второй уровень. За тобой. Время еще есть. Вон там, слева. Вверху. На стене. Слева. Справа. На стене. Сзади. Слева. Справа. Сзади. Слева. На стене. На стене. На стене. Справа. Сзади, сзади. Справа, на стене. Стена, стена. Сзади. На стене. Слева. Справа. Внимание на клепсидру. Сзади. Слева. Стена! Сзади! Внимание! Выходи, выходи! Молодец! Отлично! Но где был ключ? Молодец! Нам пора идти. У нас все получится. Молодец, все хорошо. Теперь мы идем к цилиндрам. Ты что-то хотел? Элоди! Элоди, отлично. Простите за этих пауков. Мы ведь говорили, не бойтесь пауков. Да, но мы ведь не говорили, не пропускай ни одного паука. Итак, сейчас мы идем за Пасмироем и Паспарту. Побежали. Форт Боярд. Эй, никого нет? Я так долго хотел попробовать. Что ж. А, я его вижу. Вот. Цилиндры. Перед вами дверь, ведущая к испытанию цилиндры. Это одно из классических испытаний Форта. Вам понадобится ловкость, умение держать равновесие, и ко всему этому грация, очарование и красота. Не забывайте об этом. Это не я. Успокойся. Это Анна. Почему я? Я не знаю, почему. Это все обо мне. Я такая. Это все про тебя. Грация. Я все верно описал. Равновесие. Сказал все как есть. Именно. Итак, не будем задерживаться. Паспарту. Прошу тебя, открывай дверь. Начали. Давай. Итак, хорошо, где же ключ? Вот ключ, и я должна пройти вот тут. Тут попкорн. Хорошо. Это попкорн? Там попкорн. Да, если упадешь, не страшно. Он не крутится? Давай, на вперед. Медленно, осторожно. Ложись. Осторожно. Тихо, тихо. Осторожно. Смотри, что она собирается делать. Согни ноги. Да, ей нужно согнуть ноги. Бегом, бегом. А что, если пройти их стоя на ногах? Здесь важно именно положение ног. Согни ноги. Постарайся ногами обхватить цилиндр. Осторожно, осторожно. Вот так. Представь, что ты в бассейне. Ты в бассейне. Вот так. Да. Вот так. Да, хорошо. Молодец, хорошо. Поешь немного попкорна. Ей не нужно торопиться. Не спеши, ложись на цилиндр, не спеши. Хорошо, обхвати ногами цилиндр и ползи. У тебя прекрасная улыбка. Следите за временем. Время, Анна. Выходи, выходи. Но нет же, еще есть время. Я все-таки думаю, что Франк прав. Ты такой проницательный. Времени не хватило бы, чтобы дойти до ключа. Было сложно, да? Все отлично. Человек-ракета, да. Я был абсолютно уверен, что это испытание достанется ладей. Сейчас мы начнем испытание. Побежали за паспарту. Вперед. И, конечно же, соберитесь силами. А где самое длинное копье? Вот. Ты удобно устроилась? Очень удобно. Могла бы часами так сидеть. Это прекрасно. Кстати, вспоминается рыбалка. Форте не стоит спешить и говорит, что тебе очень удобно. Любая ситуация в любом случае будет неудобной. И ты должна проколоть шарик, находящийся над тобой. Хорошо. Но ты не одна. Тебе будет помогать твоя команда. Они будут дергать за этот конец веревки и помогать тебе достать до шара. Я надеюсь, конечно, что вы успеете сделать это за отведенное вам время. Приготовьтесь, пожалуйста. Ваша цель – заполучить код. Этот код позволит вам достать ключ из ящика рядом с вами. Внимание. Три, два, один. Начали. Трос недостаточно натянут. Слабо натянут? Да, однозначно слабо. Тяни, тяни. Нужно сильнее. Она сильно не достает. Подожди, оставь, оставь. Слишком далеко. Тяните. Тяните. Помогите нам. Давайте. Еще, еще, еще. Раз, два, три. Давай. Я не очень высокая. Давай, быстрее, быстрее. Будьте осторожны и не наступайте на трос. Да, не наступайте на веревку. Не наступайте на веревку. Подними ее вверх. Подними вверх, Аладди. Подождите, нужно натянуть еще. Надо сильнее натянуть. Еще, еще, тяните. Раз, два, три. Уже ближе, ближе. У нас еще есть время. Я почти достала. Давайте, тянем. Не наступайте на веревку. Вытяни палку как следует, Аладди. Я так и делаю. Давайте еще раз. Вытягивай палку. Поехали, раз. Она направлена вниз. Подними вверх. Два, три. Вверх! Где кот? Тут я поищу его. Давайте, не медлите. 59. 47. 59, 47. Быстрее. Сейчас у тебя получится. Открывай спокойно. 59, 47. Вот, теперь 47. Вот. Быстрее, быстрее. Все нормально. Молодцы. Как открыть его? Он закрыт. У тебя получилось. Отлично. У вас есть второй ключ. Молодец, второй ключ. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Все в порядке? Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Если бы меня предупредили, что мне придется всю передачу провести в курятнике... Итак, следующее испытание – это борьба. Больше я ничего не скажу. Побежали. Вперед. Вперед. Догони нас быстрее. Итак, испытание – борьба. Вы что-то знаете о нем? Да. Да, тут есть любители нашей игры. Итак, борьба. Тебе нравится бороться? Да, конечно. Тебе тоже нравится? Нет, мне нет. Что, совсем? Нет. Как странно. Ну, тогда пойдет Дунья. Думай о своем злейшем враге. Ноги, ноги, ноги. Дунья, внимание. Три, два, один, начали. Давай, у тебя получится. Давай, вперед, вперед. Давай. Представляю вам Леди Бу. У Леди Бу особый подход к людям. Вперед, вперед, Дунья, вперед. Ноги, ноги. Не дай ей себя запугать. Давай, сделай это. Не обращай на нее внимания, ты должна обойти ее. Будь с ней пожестче. Давай, поднажми. Не обращай внимания. Уворачивайся от нее. Элладия снова с нами. Ноги, целься в ноги. Хватай за ноги. Дунья, присядь, присядь пониже. Ниже, ниже. Ты была близка. У тебя получится. Давай, дорогая. Ей мешает маска, ей мешает маска. Давай, Дунья, поднимайся, вставай. Брось ей грязь в глаза. Брось грязь. Давай, Дунья, вперед. Давай, одним рывком. Вставай, Дунья, поднимайся. Тебе надо целиться в ноги, напугай ее. Давай, давай, толкай ее, толкай, толкай ее. Толкай. Толкай. Это возмутительно. Еще, еще, поднимайся, давай. Она поправляет майку. Воспользуйся моментом, она отвлеклась. Давай, вставай, Дунья, вставай. Скажите ей, чтобы она выходила, а то будет слишком поздно. Давай, давай. Выходи, выходи. Она еще и толкнула ее. Вы упустили шанс. Выходи, давай, быстрее. Дунья, выходи. Отлично. Это невозможно. Ты проиграла, но это ничего не значит. Да, ничего страшного. Ты дотронулась до него. Ты дотронулась до ключа, ну да. Но, к сожалению, у тебя был всего один шанс, и тебе не удалось захватить ключ. А на данный момент игры у вас есть все те же два ключа. Я двигалась очень медленно. Да, мы видели. Из-за грязи это было просто невозможно, конечно. Пасмюрая принес нам новый свиток, и согласно свитку, следующее испытание – наперстки. Ты такая красивая. Наперстки – это что-то вроде лотереи. Не совсем лотерея, но в любом случае вам придется продемонстрировать свою наблюдательность. Мы даем тебе возможность отмыться. Приходи в себя, остальные следуем за паспарту. Пойдем. Перед вами дверь с символом. Этот символ, который о многом говорит. Выпросительный знак. Что означает такой знак? Вопрос, вопрос. Неплохо. А вопрос в том, справятся ли они? Конечно. Или, может быть… Пойдет она или он? Пойдет она. Пойдет она, это будет она. И она… Это Анна. Давай, вперед. Итак, Анна, это испытание действительно очень сложное. Волшебник Форта покажет тебе один за другим три ключика. Так. Но проблема в том, что в игре на перстке никто не знает, где именно находится ключ. Конечно. Эти ключи помогут тебе открыть три замка, под которыми находится главный ключ, который ты и должна получить. Внимание. Три, два, один. Начали. Давай, Анна. Давай, давай, давай. Будь внимательна. Ну, конечно же. Не верьте своим глазам. Он справа, да. Отлично, ты молодец. Она теряет время, нет? Но она делает это так уверенно. Справа. В середине, в середине. Нет, он был слева. Извините. Здесь. Да. Да. Молодец. У тебя получается. Второй ключ. Ей не хватает еще одного. Последнего. Здесь. В центре. Слева. Он был справа. Здесь. Отлично. Она как настоящий капитан. Да, капитан. Настоящий босс. Мы должны прокричать для нее наш боевой клич. Молодец. Алло. Родители и дети, не бойтесь пауков. Третий ключ. У меня уже голова разболелась. Как болит. Посмирай, спасибо. Посмирай, не мог бы ты попросить у старца Фура какое-нибудь снадобье? Он делает для меня отличное лекарство от мигрени из гуано-чаек. Итак, следующая келья называется музей. Или... Как стать благородным разбойником. Неплохо. Я вам скоро все объясню. Побежали. Вы мастер обманывать. Это впечатляет. Но... Интересно, сможете ли вы сделать что-то с этим? Я начинаю нервничать. Давайте еще раз. Да, да, да. 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 Надувательство. Музей закрыт. Как вы видите, музей закрыт. Закрыто. Обычно именно когда музей закрыт, грабители готовятся его обворовать. А здесь, в этом музее, есть кое-что интересное. Но самое главное, самое ценное, это ключ. Вы должны достать ключ, не касаясь ногами пола. А это будет очень непросто. Точно. Ох уж этот старец, Фура. Каков плут? Шалун. Итак, будем серьезнее. Шуток сегодня очень много. Фрак. Это отлично. Ты просто отлично подходишь. Да, на этот раз ты будешь играть грабителя. Контролируй все тело, Франк. Совсем неплохо будет один раз сыграть плохого парня. Нельзя же всегда быть на стороне полицейских. Возьми. Сосредоточься. Вперед. Говорите громче, там плохо слышно. Направо, налево. Давай, Франк. Франк, давай. Начали. Вот, теперь смотри внимательно, где ключ, Франк. Что случилось? Мой палец. Он меня напугал. Ничего страшного, у меня их десять. Франк, нельзя касаться пола, нельзя. Так, оцени ситуацию. Посмотри, где ключ. Найди ключ, не дотрагивайся до пола, не касайся его. Стоп, не на пол, ты понял, молодец. Найди ключ. Наверное, как мне кажется, нужно идти вдоль, по стене, понимаешь? Не урони присоску, держи ее в руках. Где ключ? Не урони присоску. Ключ там. Знаешь, что надо делать с присоской? Брось ее на люстру, чтобы избавиться от нее. Нет, она же может упасть на пол. Если она упадет на пол. Микаэль, как хорошо, что ты не участвуешь в этом испытании. Как тебе сказать, Микаэль? Замолчи. Я сказала, это отлично. Очень хорошо. Шутки здесь неуместны. Отлично, молодец, супер. Нет, шутки уместны, но не уверен, что это было очень смешно. Сосредоточься. Осторожно, ноги. Ноги, ноги, они у тебя длинные. Ты должен зависнуть в воздухе. Напряги пресс. Еще раз. Еще, еще. Есть. Осторожно. Ты достал, молодец. У нас еще есть время. Давай, давай. Мне кажется, тебе надо раскачаться, Франк. Раскачайся посильнее. Нет, нет, все нормально. Он справляется. Не мешайте ему. Чем мы поможем? Я застрял. Нужно сделать рывок. Вот так. Вот так. Отлично. Где ключ? Прошло половина времени. Я не вижу, где он. Не забывайте, что нужно еще вернуться. Прошло уже больше половины. Возвращаться будешь тем же путем. По-моему, лучше будет... Быстрее, быстрее. Ускориться? Да, верно, поторопись. Немного быстрее, Франк. Давай, Франк. Ты ведь не согласишься стать пленником? Не может такого быть? Только не ты. Давай, Франк, быстрее. Ты сможешь, Франк. Ты сильный. Черт. Нет, давай. Сосредоточься. Давай, давай. Давай быстрее, Франк. Не волнуйся. Это легко, давай. Раз, два, три. Молодец. Есть. Ты должен вернуться как можно быстрее. Быстрее, быстрее, Франк. Не бери с собой присоску. Выкини ее. Оставь ее. Оставь присоску. Быстрее, быстрее. Давай, не волнуйся. Молодец. Хватайся пальцами. Время поджимает. Давай, быстрее. Франк, быстрее. Поторопись. Потерять Франка, это очень неприятно. Время кончилось. Ты пленник, Франк. Печально. Я найду тебе лучших адвокатов. Не переживай, ладно? Я тебя вытащу, парень. Ты был лучше всех. Итак, Микаэль, ты теперь единственный мужчина в команде. Неплохо, неплохо. Нужно будет показать себя в самой лучшей форме. Да. Мы потеряли нашу силу. Вы потеряли, Франка. Вас осталось пятеро. Все хорошо, Франк. Все хорошо. Простите. Что это? Это от головной боли? Посмотрите, как добр старец Фура. До дна. Что это? Это от головной боли? До дна. Кажется, эта чайка прилетела издалека. Спасибо. Это очень приятно. Передай ему, что все прошло. Большое спасибо. Итак, вращающийся туннель. Ну вот. А, прости, тебе снова нужная ладь? Опять? Посмирай ладь и сладкая парочка. Они подходят друг к другу. Мне кажется, они сговорились. Итак, вращающийся туннель. Не знаю, потому что обычно... Это что-то мерзкое. Нет, обычно у нас есть испытания хорошие. Увидим. Паспарту. Побежали. Я выношу свой приговор. Участник отправляется в тюрьму. Вращающийся туннель. Итак. У нас немного осталось. Вас и меньше, и меньше, но обратите внимание, у вас лишь один пленник. Да. Элоди готовится к следующему испытанию. Конечно. Но не будем думать о плохом. Нет, нет. Странно, ты закатываешь рукава. Ты готов? Это в память о Франке. В память о Франке. А, да, это за Франка. Отлично. Это очень хорошо, что у вас такой обостренный командный дух. Нас ждет вращающийся туннель. Нужно будет переставлять деревянные пластинки, чтобы продвинуть ключ вперед. Сложность в том, что нужно пролезать через вращающийся туннель и возвращаться обратно с дощечкой. Для того, чтобы механизм работал. Уверяю вас, делать это будет очень непросто. Плаза уфи. Таль. Давай, ты сможешь. Не знаю, как, но ты сможешь. Хорошо, начнем. Думай о ключе. Внимание. Три, два, один. Начали. Найди ключ. Мы тут шутим, но у нас мало ключей. Он действительно нам нужен. Вращающийся туннель – это что-то неприятное. Хорошо, хорошо. У тебя получается. Давай, вперед. Давай, да. Нужно пролезть через туннель. Вот так. Получилось? Так, ты прошла дальше. Не знаю, сколько раз еще нужно, но ты смогла. Таль, ты наслышишь? Посмотри, там дощечки. Их нужно протолкнуть. Ты толкаешь одну, а на следующую и так далее. И ты начинаешь заново. Все понятно? Она возвращается. Молодец, Таль. Возвращайся. Давай быстрее. Ну же, быстро, быстро, быстро. Выложись на полную, это важно. Продвигай дощечки. Нет, 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 останься там. Останься, смотри. Ты должна двигать дощечки. Вот так, толкай. Вот так, еще раз. Сначала проталкивай все дощечки, а когда они заканчиваются, залезай в туннель. Вот так, отлично. Залезай внутрь, давай. Хорошо, ты молодец. Ты все сможешь. Давай, давай. Хорошо, молодец, но все равно побыстрее. Да, бери сразу две дощечки. Клади их сначала. Возьми столько дощечек, сколько сможешь. Давай, поднажми. Давай, Таль. Хорошо, хорошо. Ничего страшного, помажем чем-нибудь. Вот так, супер, супер. У нее их только две? Я думаю, да. Вторую не забудь, вот так. И продвигай ключ. Продвигай. Давай, изо всех сил. Давай, жми. Вперед, вперед. Нет, нет, не выходи. Продолжай. Почему она все время хочет выйти? Это произошло, когда я сказал, жми. Не надо больше так говорить. Продолжай. Невероятно, нельзя говорить, жми. Давай быстрее. Молодец, просто супер. Двигай, вперед. Хорошо, хорошо, вот так. Ну же, сосредоточься. Давай еще раз. Еще, еще. Так сложно. Давай, вперед. Давай, Таль, ты молодец. Не сдавайся, нужно идти дальше. Это финишная прямая. У тебя еще есть время. Давай, не сдавайся. У тебя есть время. Продолжай, продолжай, продолжай. Изо всех сил ты на финишной прямой. Поднажми. Последний рывок. Давай, ну же. Выходи, выходи, выходи. Прямо сейчас. Выходи. Она бы не успела. Ты молодец. Вам не нужны пленники, это было бы просто глупо. Бешеный ритм, да? Да, я знаю. Знаете почему? Потому что она пыталась выйти. Но ты хотя бы не поранила свои ручки. Нет. Расскажи, почему ты так сделала? Немного. Я не поняла и стала выходить. Да, ты сразу пошла сюда, но это не страшно. Итак. Все нормально. Неприятное заключается в том, что... Я могла его получить. Пока что у вас недостаточно ключей. Да. И в сумме напомню, вам нужно семь ключей, а у вас их три. Не хватает четырех. Я хорошо считаю. Да, неплохо. В общем, испытание Гагарин. Теперь ты берешь кого-то еще, да? Хорошо. Следующий, Микаэль. Давай, Микаэль. У нас осталось только два участника. Отлично. Но какие участники? К концу передачи я останусь один. Это правда. Такие, что упустили ключи. Я очень горжусь, что вы играете с нами. А теперь побежали. Гагарин. Гагарин. Имя Гагарина бесспорно стало легендарным. Да. Вспомнив великую эпопею 20 века, завоеванием космоса, мы в какой-то мере перенесемся на Байконур. Взгляните, дамы. Вот она. Посмотрите, какой у нее счастливый вид. Да. Кажется, она довольна. Она полностью экипирована. И сейчас мы посмотрим, как она справится с загадкой старца Фура. Итак, загадка. Элоди, вы здесь, милая Элоди? Я здесь, да, я вас слушаю. Как вы, вам удобно? Пока, да. Бла-бла-бла. Вам нравятся праздники на ярмарках? По-разному бывает. Ладно, я загадаю вам загадку, а вы ответите то, что придет в голову. Хорошо? Хорошо. Подождите, я берусь за эту штуку. А потом мне сказали... Красная кнопка, да-да. Вот, вот так. И теперь она должна медленно заработать. Вот так. Вот черт. Да-да, я понимаю, иногда жизнь жестока. Теперь подождите, как вы? Вы меня еще слышите? Да. Да? Да. Я не могу убрать руку отсюда. Итак, внимание. Загадка. Укуси его разок. Яблоко. Станет тебе сладко. Яблоко. Но если пристраститься, не все уж так гладко. Что это? Я повторю. Укуси его разок. Станет тебе сладко. Но если пристраститься, не все уж так гладко. Помидор. Но если пристраститься, не все уже так гладко. Что это? Ваш ответ. Я не знаю. Подумай, давай. Я не знаю. Это яблоко. Я думаю, это яблоко. Нет, неправильно. Я не знаю. Нет, нет, нет. Последняя попытка. Я не знаю. Если вы не знаете, значит, вы проиграли. Нет, нет, нет. Подождите. Это сладость. Послушайте меня, Элоди. Послушайте. Да. Это был сахар. Да, сладость. Сахар. Точно. Сахар. Есть много сахара, не полезно. У вас будет зубная боль. Это неприятно. Так же, как и то, что вы проиграли. Точно. Да, да. Этот ключ я оставлю себе. Я сожалею. Я сожалею. Сахар. Мы стоим на месте. Никаких сдвигов. Да. Итак, паспарту. Я надеюсь, что твой друг Пасмирай где-то рядом. Пасмирай. Пасмирай. Я больше не могу. Я больше не могу. Ну, где ты ходишь? Ты играл в карты с лябулем? Отлично. Бессовестный. Ты берёшь кого-то? Хорошо, можете начинать. Люблю с ним так говорить, как во времена Людовика XIV. В этом что-то есть. Да, спасибо. Результат налицо. Ты так добра. Я ничего, да? Где ключик? Нет, подводная клетка. Нет, замолчите. Итак, теперь подводная клетка. Направляемся туда. Побежали. Подышим воздухом. Я бы сказал, немного освежимся. Ты просто великолепен. Потрясающе выглядишь. Перед вами молодой спортсмен, готовый к испытанию. Всё хорошо? Микаэль, ты в гидрокостюме, потому что ты будешь погружаться в воду под фортом. Ты должен задержать дыхание, нырнуть и найти код в клетке. Сложность в том, что чтобы увидеть код, нужно открутить винты, что освободит шарики с цифрами. Их будет три. Всё станет понятнее, как только ты попадёшь в клетку. Надеюсь, у тебя крепкие, лёгкие. Во всяком случае, тебе будет очень непросто. А когда я увижу код? Прокричи его. Вы меня услышите? Да, отдельный совет. Паспарту, прошу тебя. Открывай люк, ведущий в этот водоём. Там, там вода. Вперёд, Микаэль. Удачи тебе. Тут где-то 23 градуса. Давай, спускайся по лестнице. Не теряй времени. Да, он понял, что делать. Вам очень нужен этот код. Молодец. Три, два, один, начали! Три, два, один, начали! Откручивай! Давай, давай, откручивай! Так. Вот тут должны появиться три шарика. На них будет написан код. Он поможет достать ключ. Хорошо. Можете его подбодрить. Молодец. Он нас слышит? Отлично, Микаэль. Молодец. Он должен нырнуть и открутить болты. Да, нужно говорить ближе. И сюда. Ты нас слышишь? Он всё понял, видишь? Да, он понял, что делать. Отлично. Молодец. Мы с тобой, Микаэль. Хорошо, хорошо, молодец. Всё отлично. Молодец, молодец. Супер. Самое главное, не тратить слишком много времени. Это точно, да. Ведь напомню, время ограничено. Конечно. Не знаю, он открутил один и застрял. Ему надо набрать больше воздуха. Я не понимаю. Быстрее, быстрее. Немного быстрее. Быстрее, Микаэль. Мало времени. Давай. Вы такие придирчивые. Да, именно сейчас нам нужен ключ, поэтому... Вы видите остальные? По-моему, болты нужно раскручивать парами, а не по одному. По два? Нужно достать их все. Смотрите, смотрите, их три. Отлично. Прекрасно. Подождите, он нас не слышит. Он должен прокричать, кот. Ему надо вернуться. Подождите, Микаэль, ты нас слышишь? 7-3-9. 7-3-9. 7-3-9. 7-3-9. Подожди, покажи. Не подходит. Подожди. С этой стороны. Вот так. Да, подошло. Подходит? Открывай. Отлично, молодец. Супер. Получилось? Получилось, да? Да, Микаэль, все отлично, возвращайся. Микаэль отлично справился. У вас есть четвертый ключ. Дело налаживается. Отлично. Прекрасно. Проверяешь там, Леон? Итак, ткацкий станок. Давай, плыви. Ткацкий станок. Ты никого не забираешь, да? Отлично. Ткацкий станок Микаэльна скоро догонит. Следуйте за паспарту. Побежали. Я в бешенстве. Я вне себя. Я не сказал своего последнего слова. Возьми ты кое-что особенное. Ткацкий станок. Как странно. Кажется, это как-то связано с вашим боевым кличем. Вот наши... Братья меньшие. Курицы Форта Байард. Мы как будто в курятнике. Здесь в испытании ткацкий станок будет участвовать... Дунья. Дунья. Есть. Давай, Дунья. Это ведь не слишком силовое испытание. Дунья, я хотел сказать, давай, курочка. Да. Ничего не бойся, моя курочка. Именно. Итак, шутки оставим на потом. Три, два, один. Дунья, найди ключ. Ищи ключ, Дунья. Посмотри, где он. В глубине. Посмотри вверх. Да, хорошо, нашла. Что надо делать? Ты должна переносить зерно. Перенеси зерно. Хорошо, я поняла. Набирай как можно больше зерна в ведра. Потом ставь на плечи и проходи через эти веревки. Отлично. Верно? Прекрасно. Вот так, давай, давай. Не теряй времени, Дунья. Набирай побольше. Мы с тобой. Давай, давай. Начинай идти. Давай. Осторожно. Поставь на плечи. Нет, нет, ты коснешься веревок. Подними руки. Подними руки. Сосредоточься. Не торопись. Сосредоточься, да. Вот так, отлично. Молодец. Тихо, тихо. Она тратит слишком много времени. Дунья, Дунья, иди немного побыстрее. Да. Но сосредоточься, иначе мы не успеем. Я бы сказал, гораздо быстрее. Давай. Я не могу ее вести. Ну все, хватит, Оливье. Давай. Вам виднее. Давай, давай, давай. Давай, ну же. Давай, Дунья, ты должна ускориться. Правда, иди немного быстрее. Ну вот. Давай, давай, давай. Давай, сыпь. Еще, еще, давай. Другое ведро. Поторопись. Давай, давай, давай. Теперь бегом назад. Давай. Беги, беги. Но я не могу. Ну хватит. Но я думала, она должна бежать. Согласен, надо идти быстро, но не настолько. Дунья, давай. Давай, давай. Давай, поднимай ноги. Вот так. Повыше. Давай, Дунья, давай. Наполняй быстрее. Давай, быстрее, быстрее. Не теряй времени. Вы такие смешные. Клади ведра на плечи. Поднимай ведра. Да. Вот так. Прямо хочется это сделать. Давай, давай. Отлично. Давай. Давай. Не страшно. Давай. Ну же, вперед. Поднимай ведра. Вперед. Иди как можно быстрее. Скорее, скорее. Это точно последний заход, который она успеет сделать. Давай, поживее, поживее. Дунья, скорее, ну же. Поторопись, Дунья. Быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Быстро. Ты сможешь. Давай, 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 давай. Поторопись. Еще одно. Скажите ей, что пора выходить. Быстро выходи. Выходи, выходи. Он у меня. Давай, Дунья. Давай, выходи быстрее. Выходи. Выходи. Открывай дверь. Открывай. Давай, давай, давай. Сик, ты знаешь, как ты нас напугала. Да, тут уже попахивала вторым пленником. Пятый ключ. Да, мне тоже так уже показалось. Сначала ты была слишком спокойно. Да, я боялась, что... Ну, это было слишком на самом деле. Послушай, милая Дунья, ты принесла команде пятый ключ. Да, молодец. Браво. Теперь нам не хватает двух ключей. Сейчас мы узнаем, какое будет испытание. Благодарю. Ты чуть не упал. Не спеши. Наручники. Итак, начинаем. Наручники. Посмирай, ты вовремя. Возьми. Давай, давай, давай. Проверим, работают ли наручники. Да, выглядит надежно. Давай, теперь сними их. Вот так. Давай. Ложи их на место, что такое, и не собираешься оставаться в них. Наручники. Итак, перед вами испытание наручники. Это испытание опасно, потому что если к тому моменту, когда время истечет, участник не выйдет из келья, он станет пленником. Я напомню, что Франк уже томится в тюрьме форта. Мне лучшее время терять еще одного участника. Вы согласны? Итак, старец Фура выбрал. А ну. Да, мне нравится так делать. Да, это мило. Нормально? Не давит? Нет, нет, все хорошо. Отлично. Итак, техника. Конечно. Концентрация, дисциплина. И правильная поза. Снова как и на цилиндрах. Да ладно. Давай, Анна. Давай, три, два, один, поехали. Давай. Так, хорошо, поехали. Где ключ? Вот он. Раскручивать? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Она справляется, не будем мешать. Да, ей виднее. Будем надеяться. Иначе все плохо кончится. У тебя все получится отлично. Ты молодец. Не слушай их, делай свое дело. Отличный результат, хороший темп. Кажется, Анна не хочет оказаться в тюрьме. По-моему, это очевидно. Давай же. В фурте все зависит от вашего желания. Вот так, хорошо, двумя руками лучше. Сегодня, завтра и все время. Итак. Давай, давай. Это еще не все, напоминаю, что время идет. Сейчас Анна проходит чан со смазкой. Это самое неприятное. Видите, насколько это непросто. Но она старается. Давай, Анна. Осторожно, со струей пара. Раскручивать? Есть. Не получается. А, все. Хорошо, хорошо, супер. Ну же. Отлично. У тебя есть время. Хорошо. Хорошо, хорошо. Молодец. Супер. Посмотрите-ка, она хорошо справилась. Отлично. Какие у тебя красивые ручки. Я раскручивала, как машина. Послушай, да тут всегда так. Да, ты шла как танк. На самом деле, Анна, ты молодец, ты и не теряла времени. Блестяще. Ты принесла нам еще один ключ, и теперь у нас... Сокровище. Пять. Теперь шесть. Шесть. Невероятно, так-то лучше. Шестой ключ. Паспарту не бойся испачкать руки. Отлично, побежали. Нам не хватает только одного, всего один. Может быть, он в интерактивном зале, кто знает. Может быть. Идемте туда, прямо сейчас, вперед. Не очень-то удобно, но мне обещали хороший отель. Итак, вас знакомить и надо. Ты его знаешь? Это мой друг, месье Буль. Он твой друг? Да, мне кажется, ты ему не нравишься. Паспарту. Уля Буля есть подружка? Да, это я. Буль. Ладно, хорошо. Какой ты противный. Итак, к счастью, внутри, как вы знаете, кого-то ждет Люси. На этот раз она гораздо более равнодушна. Но все же. Таль. Давай, Таль. Я не могу, иди. Удачи, Таль. Постарайся справиться лучше, чем Микаэль. Ладно, как можно быстрее. Сосредоточься, смотри внимательно. Седьмой ключ, Таль, напомню вам. Седьмой. Возвращайся седьмым ключом. Посмотри на меня. Я тебя поведу. Микаэль снова с нами. У нас еще один ключ. Ячейки загораются по очереди. Ячейки загораются по очереди. И ты должна повторить рисунок. Три, два, один. Один. Давай. Думай о хорошей песне. Смотри внимательно. Теперь ты. Справа, слева, справа, слева. Справа, слева, справа, слева. В середине, слева. Слева. В середине, справа, вверху. Крайне справа и слева. Нет. Нет. Да, все верно. Да, второй уровень. Так. Снизу. Сверху. Слева. Нет, нет. Сверху, слева. Мы так кричим. Мы верим в тебя. Давай. Хорошо. Вторая. Напротив. Сверху, слева. Да, это, это, это. Да. Снизу. И сверху, слева. Есть. Третий уровень. Сколько всего уровней? Три. Это последний? Да, это последний. Так, я поняла. Сюда, да? Не торопись, мы тебе поможем. Что теперь? Снизу, справа, снизу, справа. Давай, попробуй еще раз. Давай еще раз. В середине. Два. Клепсидра? Будьте внимательны. Выходи, выходи. Пора выходить быстро. Ну же, выходи. Ваша техника подкачала, друзья, причем серьезно. Очень жаль, очень жаль, потому что, если честно, получить седьмой ключ было бы отлично. У нас был бы полный набор в зале суда, вам осталось бы только освободить Франка. Надеюсь на следующее испытание, приготовленное для вас. Ля Буль. Ну зачем так громко, я чуть не оглох, это какой-то кошмар. Итак, гонка означает, что время, отведенное на поиски ключей, закончилось. Теперь мы направляемся в зал суда, где нас встретит белый судья, и с ее помощью вы сможете получить седьмой ключ. Надеюсь, самое главное – освободить Франка. Направляемся туда. Договорились? Вперед. Паспарту. Хорошо, побежали, бежим, бежим, бежим. Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Форт Боярт. Зеркало. Скажи мне, кто самый сильный в форте? Белая судья. Белая судья? Белая судья. Белая как снег, красивая как день. Встреча с ней может сыграть с вами злую шутку. Ее красота словно подарок, но отравленный. Внутри нее решается судьба всех. Выйти на свободу или быть пленником. Кто осмелится пожертвовать собой? Итак, мы находимся перед залом суда. Напомню, у нас есть шесть ключей. Седьмой вы упустили, но все же. Не будем об этом. У нас есть пленник Франк. Он безутешно надеется вырваться из лапля буля. Сначала поговорим о седьмом ключе. Для этого мне понадобится кто-то из вас. Кто по чистой совести, положа руку на сердце, рискнет предстать перед белой судьей. Это паспорту. Эллади. Не думаю, он не участвует. Спасибо, это так мило. Итак, Эллади, ты уже молодец, что решилась на это. Давай, красотка. Я напомню тебе, если ты не пройдешь испытания судьи, ты станешь пленницей. Да. И мы увидимся с тобой только после конца программы. Это невозможно, ты сможешь. Осторожно, осторожно, аккуратнее. Давай, заходи в камеру. Благодаря Эллади у нас будет седьмой ключ. Вот он. Давай, дорогая. Вперед. Спасибо, Эллади. Спасибо. Седьмой ключ. А теперь о том, что происходило в зале белой судьи. Давайте узнаем. Здравствуйте. Добрый вечер, Эллади. Очень рада вас видеть. Вы сосредоточены? Надеюсь, посмотрим. Смотрите внимательно. Три уровня. В этом испытании участник должен прокатать шар по платформе из трех уровней. Цель, чтобы шар упал в отверстие на последнем уровне. Если шар упадет на землю, вы проиграли. У участника есть три шара и три попытки. Если один из шаров попадет в отверстие, участник возвращается к команде. Если нет, он становится пленником до конца игры. Дорогая Эллади, прошу вас. Первая попытка. Ваше время не ограничено. Вторая попытка. Я могу поставить, куда хочу? Конечно. А нельзя кинуть вот так? Она хочет сделать вот так, толкнуть его. Позвони ей, у тебя есть ее номер. Это ваш последний шанс. Сделайте глубокий вдох. Было бы грустно провести остаток игры с Лебулем. Надо прицелиться. Я могу опереться? Пожалуйста. Мне очень жаль Эллади. Это так неприятно. Лебуль, иди сюда, мой друг. Позаботься об Эллади. Я так и знала. До скорой встречи. Это самое худшее, что могло произойти. Нас четверо. Да, нас четверо. Эллади теперь пленится. Мы не увидим ее до конца передачи. И нам остается только держать кулаки и надеяться, что Франк справится с заданием судьи. В зале суда. Лебуль, приведи сюда пленника, пожалуйста. Благодарю вас. Здравствуй, белая судья. Добрый вечер. Рада вас видеть. Взаимно. Итак, сосредоточьтесь. Взгляните, что вас ждет. Трубочка. Для этого испытания участник получает прозрачную трубочку. Его задача – при помощи своего дыхания переместить три шарика и расставить их на колонне, расположенной напротив него. Для испытания участнику дается пять шариков. Если ему удается расставить три шарика на колонне, он возвращается к своей команде. Франк. Начинайте. Берите шарик. Первый шарик. У него получилось, как будто всю жизнь этим занимался. Осталось два шарика, и вы выиграли. Второй шарик. Ваше время не ограничено, не забывайте. О, нет, что если мы потеряем Франка? Нет, мы его еще не потеряли. Да, да. Третий шарик. Давай, это просто, это легко. Отлично, отлично. Он чемпион. Осторожно, осторожно, Франк. Еще один шарик, и вы победили. Четвертый шарик. Прошу вас. Он похож на гладиатора. Нет, он больше похож на скалолаза. Браво. Поздравляю вас. Бегите к вашим друзьям. Вам сюда. Спасибо, белый судья. Пожалуйста, до свидания. Молодец. Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Мы за тобой наблюдали, как белый судья. Я думал, что выиграю ужин с ней. Это сбивает с толку, я знаю. Она тебе понравилась, да? Если честно, да. Ты знаешь о Элоди? Да. Итак, браво, Франк. Но мы кое-кого потеряли. Да, я вижу. Элоди вернется к нам только в конце игры. Вас было всего четверо, поэтому очень важно, что ты вернулся. Спасибо, Песмирай. Сейчас мы отправляемся на поиски подсказок. Подсказки для кодового слова у сокровищницы. Мы направляемся к коду Брайля. Да? Ты выбираешь, Таль. Отлично. Тогда бери ее за руку. Пока, Таль. Пока. И, как я сказал, мы идем к испытанию код Брайля. А чтобы не терять времени, мы пойдем за паспарту. Побежали. У наших искателей приключений уже есть семь ключей, которые помогут им в сокровищнице. Но их поиски на этом не заканчиваются. Теперь они должны получить подсказки, с помощью которых они отгадают кодовое слово и освободят сокровище. Эта задача не проста, ведь старец Фура решил еще раз испытать их. Чтобы получить подсказки, участники должны будут перебороть себя, пройти через испытания, связанные с их самыми потаенными страхами. Удастся ли им справиться с новыми испытаниями старца Фура? Код Брайля. Код Брайля основан на следующем принципе. Гонг прозвучало, это означает, что обратный отчет пошел. У нас есть, как вы видите, цифры от нуля до девяти, написанные на коде Брайля. Хорошо. В этой келье есть три ящика. В каждой из них находится пластинка с цифрами на коде Брайля. Участник должен опустить руку в ящик и при помощи пальцев определить, какая цифра там написана, описав ее команде. Мы идем справа налево? Выбирайте правильную тактику. Надо говорить, одна в центре, одна слева и одна внизу. Начиная слева, затем к центру. В соответствии с каждой цифрой вы ставите шар в механизм перед вами. Когда три шара будут на месте, вы получите подсказку. Кто пойдет? А потом надо посмотреть, как они расположены. Дуния. Хорошо. Удачи. Давай, ты сможешь. Говори четко, начиная сверху, затем центр и потом вниз. Очень четко. Я не вижу, что там. Ну, ничего страшного. Там ничего страшного. Трогай рукой. Трогай. Ты должна нащупать бугорки. Знаешь что? Закрой глаза. Два наверху. Два наверху. Один в середине. И один снизу справа. Семь, это семь. Нет, четыре. Одна в центре. Два вверху, слева и справа, один в середине. Слева и один снизу справа. Это шесть. Продолжай. Один сверху справа. Так. Один в середине слева. Так. И один внизу справа. Да. Два. Ты молодец. Отлично, Дуния. Последняя. Отлично, это последняя. Давай. О, черт. Ничего, ничего. Там ничего нет. Хорошо. Один сверху слева. Один в середине справа. Один в середине. И один справа внизу. Это пять. Да, это пять. Итак, один сверху слева. Один в середине справа. И один справа внизу. Отлично. Пробуйте. Проверим, верно ли код. Подошло? Да. Есть. Молодец. Молодец. Я не видела, что было в ящиках. Это ужасно. Ты молодец. Это было замечательно. Отлично. Молодец. Молодец. Помимо того, что ты проявила смелость, вы отлично работали в команде, очень согласованно. Вы не теряли времени. Вы сразу же поняли код. У вас есть первая подсказка. Отлично. Посмирай. Первая подсказка. Продолжим в том же духе. Прыжок на тарзанке. Прыжок на тарзанке – это для... Это для Таль. По-моему, это... Это Таль. Я не знаю. Посмотрим. Тебе нужен кто-то еще. Отлично. Паспарту мы идем за тобой. Побежали. Она плачет, малышка. Она плачет? Нет. Все хорошо? Как ты? Мы на испытании прыжок ангела. Здесь очень ветрено, а это, конечно же, не поможет Таль решиться на прыжок. И в то же время этот момент совершенно невероятный. Прыжок на тарзанке над морем с такого исторического памятника, как Форт Боярд. Это великолепно. Хорошо. Мне кажется, мои доводы не помогают Таль. Давай, моя хорошая. Ты должна будешь прыгнуть. Вниз головой, разумеется. Почему прыжок ангела? Потому что самый лучший способ прыгать – это раскинуть руки и отдаться силам стихии. Получай удовольствие. Когда ты прыгнешь, тебя будет держать страховка. Ты достанешь код и прокричишь его своей команде. Таким образом, вы получите подсказку. Таль, я пойду к нашим друзьям. Удачи тебе. И прыгай так, как ты чувствуешь. Давай мы с тобой. Таль, давай прыгай, тебе это нужно. Все хорошо, все хорошо. Давай, дорогая. Это ужасно. Я так боюсь. Давай, Таль, прыгай, тебе это нужно. Вот увидишь, тебе понравится. Ты будешь гордиться собой потом, ты ничем не рискуешь. Давай, получи удовольствие. Это страх тебя держит. Нет. Нет, я не хочу. Давай, ты сможешь, давай. Я не могу. Я не могу. Протяни руки, потом подними их вверх. У тебя получится. Ты ничем не рискуешь. Давай, Таль, прыгай. Ты молодец. Отлично, отлично. Вперед. Я не могу. Давай. Давай на счет пять. Раз, два, три. Давай. Четыре, пять. Прыгай. Я не могу, это слишком сложно, простите. Ладно, я прыгаю. Прыгай. Давай. Давай, моя дорогая. Я должна поставить голову так? Отлично, супер, ты лучшая. Ты лучшая. Она в порядке, она продвинулась к краю. И она прыгнет. Отлично, ты сможешь. Она сможет. Раз, два, три. Прыгай. Давай. Честное слово, я не могу, мне очень жаль. Давай. Она пыталась, молодец, дорогая. Правда, даже дойти до края мостика, это уже что-то. Подсказка сгорела. Мы потеряли подсказку, Таль не смогла прыгнуть. Сейчас я позову Пасмирай сюда. Прям очень жаль. Ничего, Таль, ничего страшного, все хорошо. Таль, ничего страшного. Теперь не надо прыгать, у тебя больше нет страховки, не надо прыгать, ладно? Надо прийти в себя. Теперь мы идем в холодильную камеру. Они ни в чем не сомневаются, но это пройдет. Это я вам говорю, холодильная камера, друзья мои. Следуем за Пасмирай. Таль, скоро увидимся, не переживай. Ничего страшного, все хорошо. Все хорошо, без проблем. Перед вами холодильная камера. Точнее, дверь в холодильную камеру. И особенность этой камеры, судя по ее названию, состоит в том, что участник попадает в холод. Для этого испытания старец Фура выбрал, судя по всему, Анну. Меня? Погружаться в воду? Нет, погружаться не обязательно. Но, в общем, холод тебя не пугает? Ну, не больше, чем все остальное, не больше, чем пауки и птицееды. Задача такова. Нам нужен код. Да. Чтобы получить код, ты должна будешь провести ключ по длинной трубе. Эта труба проходит по разным местам, и ты должна будешь держать ключ, не отпуская до того момента, когда ты дойдешь до коробки с кодом. Ты откроешь эту коробку и прокличишь нам цифры кода. Договорились? Вперед. Паспарту, прошу тебя, открой дверь. Давай, Анна. Удачи, Анна. Хорошо. Три, два, один. Начали. Ты сможешь. Давай. Ключ над тобой справа. Что это, можно это убрать? Давай. Если бы она могла принести нам оттуда еды... Таль, снова с нами, все хорошо, дорогая. Столько эмоций. Молодец, молодец, Анна. Труба идет по крышке? Да-да, но я не уверен, что это лучший способ. Я в этом совсем не убежден. Проталкивай его. Упирайся ногами в лед. Она рискует потерять на этом время. Ей нужно развязать узлы. Если ползти, то будет проще. Но, однако, смотрите, она справляется. Кажется, все в порядке. Что она оставила? Ключ? Мне кажется, она его сейчас заберет. Ты взяла ключ? Не забыла ключ? Он был у нее, но она проползла мимо? Нет-нет, он у нее. Ключ у нее. Молодец, Анна, молодец. Мне кажется, ты... Ну, конечно. Емкость наполнена льдом. Я должна залезть туда. Вода очень холодная, очень холодная. Ледяная. Я должна опуститься с головой? Мы только что узнали, что тебе не обязательно окунаться туда. Это первый человеческий эмбрион. Прекрасно. Давай, давай, окуни голову, ныряй с головой, давай. Это не обязательно. Мне холодно. Тебе осталось только открыть дверцу. Отлично. Молодец, молодец. Ты чемпионка. Не получается. Она не позволит, чтобы вторая подсказка сгорела у нас прямо в руках. Быстрее, быстрее. Два. Восемь. Девять. Семь. Повтори. Два, восемь, девять, семь. Два, восемь, девять. Быстрее, быстрее, не теряйте времени. Семь. Да, подошло. Все. Браво. Молодец. Вы меня напугали. Каждый раз вы меня пугаете. Вторая подсказка. Мисс Мокрая Майка, это я. Там были кубики льда, кусочки льда. Нравится? Что, нравится? А? Я утверждаю. Она отмороженная. Алло. Родители и дети, не бойтесь пауков. Итак, отлично. Посмирай, спасибо. Что у нас тут? Новый свиток. Заброшенная будка. Итак, от одних впечатлений мы переходим к другим. Что, что? А, тебе нужна Анна. И Дунья. Отлично. Да, конечно, он запал на тебя. Заброшенная будка? Заброшенная будка. Следуйте за паспарту. И так, пора. Вот она, вот она. Перед вами дверь, ведущая в заброшенную кабину. Здесь, в форте, есть множество способов, чтобы связаться со старцем Фура, в том числе и заброшенная будка. Она заброшена, но это ненадолго, потому что кто-то сейчас туда зайдет. Микаэль? Да. Давай. Телекоммуникация тебе это знакома? Да. Отлично. Я же модный. Отлично. Здесь все так далеко от области вай-фа и всего прочего. Это старинный способ связи. Вас ждет загадка и, я надеюсь, подсказка. Вперед. Открываем дверь. Вит-вит-вит. Алло. 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 Алло-алло. Я распеваюсь. Алло. Алло. Привет, старец Фура. Это Микаэль? Да, это я. Так, так, так. Не теряем времени, ведь часы все-таки идут. Да, это точно. Итак, вы хорошо меня слышите? Я вас отлично слышу. У вас такой чистый молодой голос, плавный голос. Итак, слушайте внимательно. Вот загадка. Засуха его погубит. Его дарит тот, кто любит. Кто что? Кто любит. Он всегда в горшке живет. Ребенка тут всякий назовет. Что это? Итак, я повторю. Засуха его погубит. Человек, старец Фура. Нет, нет, нет. Его дарит тот, кто любит. Он всегда в горшке живет. Ребенка там всякий назовет. Что это? Засуха его погубит. Он всегда в горшке. Цветок. Прости. Цветок. Да, да. Это цветок. Да, верно. Это все? Это цветок, да. Засуха его погубит. Я могу идти? Цветок не может жить без воды. Ты подожди немного. Многие цветы сажают в горшки. Если ты даришь кому-то цветок, ты хочешь сделать кому-то приятное выражение. Цветы жизни называют детей. Целую вас. Всего хорошего. Идите, идите. Пока. Зайди снова, зайди снова. Возьми ключ, он внутри. Это не ключ, это подсказка. Подсказка. Патрон. Молодец. Ты остаешься любезным в любых обстоятельствах. Оливье. Друг мой. Сделай что-нибудь. Нет, спасибо. Предоставлю возможность паспарту. Ты всегда отвечаешь за всяких насекомых. Давай паспарту, помоги своему другу. Сделай что-нибудь. Будьте с ними аккуратными, потому что у них есть имена. Нет, спасибо. Я не верю, это впечатляет. Это дэта. Итак, послушайте. Отдай патрон паспарту. Спасибо, Пасмирай. Третья подсказка. Некоторые еще остались под футболкой. Хочешь сказать, и в штанах? Да, их там полно. Им там хорошо и тепло. Итак, мы и говорили о штанах. Балка с фонтанами, хорошо. Мы начинаем прямо сейчас. Пойдемте. Мне остается только ждать. Давайте, ребята. Здесь так красиво. Анна, Дунья, вы готовы? Чудесно. Спасибо. У нас есть еще одна подсказка? Даже в гидрокостюмах вы очаровательны. Я тебе объясню, сосредоточьтесь. Итак, дамы, перед вами балка. На том конце балки находится кот. Этот кот, конечно же, поможет вам получить подсказку здесь, на лестнице. Дунья, ты начинаешь. Сосредоточься. Если вдруг ты упадешь из тафета, перейдет к Анне. Она, в свою очередь, попытается достать кот. Прошу на старт, Дунья. Внимание. Три, два, один. Начали. Фонтан работает в случайном порядке. Итак, Анна, не теряй времени. Анна, давай, ты следующая. Давай, Анна, соберись. Анна, соберись. Да ладно. Чем больше времени проходит, тем больше мы рискуем. Отлично, отлично. Теперь она не теряет времени. Нет, нет, не теряет. Анна пошла сразу к цели. Она увидела фонтан, она упала. Итак, подсказка сгорела. Шутки шутками, но нервы сдают. У нас пока только три подсказки, да. Если честно, этого недостаточно. Поэтому, может быть, вам придется пожертвовать кем-то прямо сейчас. Мы идем к сужающейся келье. Это не здесь, она внутри форта. По спорту мы идем за тобой. Это же не для высоких. Почему же нет? Нет, иди. Но я не сказал, что ты пойдешь. Мне кажется, у паспорту в голове карта форта. Он никогда не ошибается? Никогда. Это удивительно. Ты мой герой. Итак, хватит болтать. В двери сужающейся кельи есть люк. Через него мы заходим внутрь. Старец Фура решил послать туда... Франка. Ну вот, Франк. Что ты такого ешь? Я не знаю. Твоя цель – код. Он спрятан в сундуке. Сундук закрыт. Чтобы открыть сундук, тебе нужно найти ключи, подходящие к замкам сундука. Сложность в том, что все время потолок опускается. Удачи. Я понял. Три, два. Сосредоточься давай. Один, начали. Привет, приятель. Дай-ка пройти, пожалуйста. Спасибо. Ключи. Ключи. Проклятие. Держи себя в руках. Давай, все круто. Конечно же, некоторые ключи – обманка. Этот ключ не обязательно подойдет. Ты не знаешь, ты не знаешь. Попробуй. Нужно пробовать. Нужно проверять. Подошел. Второй. Да, молодец. Первый ключ. Подошел. Давай, Франк, отлично. Ты говоришь убедительно. Не получается. Что это за сундук? Как он открывается? Это не тот ключ. Давай дальше. Если станешь ниже на 10 сантиметров, не страшно. Слышишь? Ничего страшного. У Франка неиссякаемая энергия. Он не теряет времени, он делает. Нам нужна эта подсказка, Франк. Это он, это он. Это он, я сказал. Да, да. Тут еще какая-то живность. Простите, мадам. Прошу прощения, 6497, 6497. 64. 6497. 6497. Есть. Отлично. Спасибо, все верно. Ты можешь выходить. Молодец. Это опасно, черт возьми. Отлично. Я должен сказать, что самое сложное – это замок. Четвертая подсказка. Потолок все еще опускается? Да, действительно. Все обычно выходят из сужающейся кель очень элегантным образом. Круто. Молодец. Браво, ты отлично справился. Гонг только что прозвучал, а это значит, что у вас больше нет времени на поиски подсказок. Я ставил себе замок. У нас четыре подсказки. Пойдемте, мы готовы. Мы готовы. Очень хорошо, но это еще ничего не значит. Посмотрим, наведут ли у вас подсказки на правильное кодовое слово. Прямо сейчас мы идем в зал совета, где вам представится возможность выиграть дополнительное время. Да, сокровищница. Отлично. Паспарту. Побежали, побежали, давайте. Мы победим, победим. Форт Байер. Итак, значит, это была... Это я ставлю на потом. Это тоже... Ой-ой-ой. Мне пора идти на совет. Пойду так. Ладно уж. Как высоко. Вот мы и подошли к залу совета. Через мгновение. Кого-то из вас позовет старец фура. И вы сможете выиграть дополнительное время. 10, 15 или 20 секунд. Вы ставите на нужное вам время. Я слышу шаги. Добрый знак. Это значит, что... Девочки. Они выбрались из воды. Да. Все равно вы молодцы. Привет всем. Это невыполнимо. Нет, это выполнимо, но сложность в том, что струи слишком сильные. Это точно. Я говорю, что на совете вы можете получить 10, 15 и 20 секунд дополнительного времени. Если все сложить, сколько получится? 45. Браво. Вы можете получить 3 минуты времени. Не гарантированно, но возможно. Правила таковы. Если вы выигрываете, вы получаете дополнительное время. Если же проигрываете, теряете. 4 подсказки — это неплохо. Чем больше у вас будет времени, тем больше будет денег. И самое главное — больше времени на размышления над кодовым словом. Прямо сейчас мы узнаем, кто первым пойдет на испытания к старцу фура. Старец фура, вы меня слышите? Оливье, позови сюда Микаэля. Микаэля, второй раунд. Да, да, очень хорошо. Именно, отлично, Микаэль, ты пойдешь первым. У тебя получится. Что я должен делать? Иди к старцу фура и ты сюда. Я его знаю, с ним только что говорил по телефону. Дам-дам-дам, Део. Дам-дам-дам. Део. Так, вставайте на ваше место, дорогой Микаэль. В этой дуэли вам надо быть очень-очень внимательным, потому что я ставлю патрон в середину подставки, и через какое-то время он внезапно появится. Тот, кто первым схватит патрон, выиграл раунд. Два победных раунда, и вы выиграли. Хорошо. Вам все ясно? Правила ясны? Хорошо, все понятно. Вам-то да, а вот ему... Посмотрим. Итак, прежде всего, вы должны сделать ставку. У вас есть выбор 10, 15 и 20 секунд. Не забывайте, что если вы выиграете, вы получите дополнительное время на сокровищницу. Если нет, потеряете. Итак, 10, 15... 15. Как? 15 секунд. 15 секунд. 15 секунд. Да, 15... 15 секунд. Мэтр, займите ваше место. Так, так, так. Вы готовы? Внимательно. Начали. Последний раз это длилось два с половиной дня. Выскользнуло у обоих. Ничья. Внимание. Поставим счетчик на ноль. Готовы? Да. Внимание. Начали. Он с той стороны? Итак. Простите, я когда-нибудь сломаю вам зуб. Может быть, мы попробуем все-таки поймать разок. Я не решаю за вас, но... Мне кажется, вам мешает правая нога. Нет? Уже поздно? Хорошо, хорошо. Согласен, принимается. Так, так, так. Микаэль выиграл первый раунд. Но это еще не все. Теперь вы и суеверны? Хотите оставить тот же? Давайте с удовольствием. Итак. Осторожнее, мэтр. Да, да, да. Он пролетел прямо здесь. Вы были на грани увольнения. Давайте, соберитесь. Вас все ждут. А мэтр устает. Простите. Они не могут слишком долго стоять на задних лапах. Уступите мне и сразу закончим. Внимание. Вам не кажется, что это похоже на самокат? Да. Да, немного. Верно, верно, верно. Можно еще раз? Нет, нет, нет. Вы схватили его первым. Два победных раунда. Вы выиграли эту дуэль, дорогой Микаэль. Идите сюда. Что-то не так? Давайте сфотографируемся. Нет, возьмите свой выигрыш. Вот. Спасибо. И высыпьте в колонну времени. Вот так. Стоп. Поздно. Не надо было высыпать все. Простите. Ничего, ничего. Идите и позовите сюда Анну. Анна, позовите Анну. Хорошо. Вы знаете, кто это? Да, знаю. Знаете, кто это? Вы узнаете ее? Да, я отлично знаю, кто это. Это чемпионка. Я ухожу. До свидания. Не обижайся. Обижаться кому? Ему? Есть. Круто. Ты обыграл метро теней. Да, наконец-то. Ты осознаешь? Да, это хорошо. В конце я вырвал у него из руки. Да, но это потому, что ты не подался волнению. Мы видели? Нет, нет. Я должен позвать еще одного участника команды. Конечно. Я знаю имя, это Анна. Анна, это ты. Хорошо. Давай, Анна, давай. Сегодня я в музыкальном настроении. Мне нравится. Добрый день, господа. Да, да. Вы молодец, что поздоровались со всеми. Добрый вечер. Молодец. Я обожаю вежливость. Как вы можете догадаться, я загадаю вам загадку. Если вы ответите верно, вы выиграете ставку. Если же нет... Я проиграю. Итак, теперь ставка. Я смотрю и вижу, что осталось только 10 и 20 секунд. Итак, 10 или 20 секунд? Загадка. Давайте 10. 10. Начинаем, точно? Да, уверена. 10 секунд. Вот. Теперь, Анна, слушайте загадку. Она способна мир запечатлеть. А форма помогает ей крутиться. Один лишь инструмент в ней может петь. И вещи ваши там хранятся. Что это? Я повторю. Это... Она способна мир запечатлеть. А форма помогает ей крутиться. Один лишь инструмент в ней может петь. И вещи ваши там хранятся. Что это? Она способна... Способна запечатлеть. Так, так, так. Так. Способна... Повторите, пожалуйста. Она способна мир запечатлеть. А форма помогает ей крутиться. Один лишь инструмент в ней может петь. И вещи ваши там... Хранятся. Что это? Что это? Последняя попытка. Вещи могут храниться. Касса? Нет, вы можете немного расслабиться, потому что уже слишком поздно. Да, да. Это была... Это была камера. Да. Она способна мир запечатлеть. Камера. Это видеокамера. Воздушная камера внутри автомобильной шины. Камерная музыка. Да, камерная музыка пишется только для нескольких инструментов, не для оркестра. Вот. А в камере хранения хранят вещи. Да, это логично. Да, да. Но, к счастью, вы не попали в тюремную камеру. Идите к своим друзьям. До встречи. Так, так, позовите сюда Франка. Франка, хорошо. Идите. До свидания. Да, до свидания. Даже небольшой реверанс. Прекрасно. Да, где была моя голова? Простите. Давай, давай. У нас есть 3 минуты 15 секунд. Я так и знала. Я бы догадался. Конечно, поэтому я и поставила 10, потому что я не была уверена. 15, заработанные Микаэлем, превращаются в 5. Да. Из-за того, что ты не отгадала загадку. У нас остались 5 секунд, конечно. Но... Остается разыграть 20 секунд. Мы можем выиграть 25 секунд. В зале совета, чье имя тебе назвали? Франк. Франк. Давай, Франк. Давай. Давай. Давай, мы рассчитываем на тебя. Да, мы рассчитываем на тебя. Вот. Итак, дорогой Франк, скажите мне, после того, через что вы прошли, вам, наверное, здесь совсем не тесно? Здесь лучше тюрьма, совсем другое дело. И здесь есть большие зверушки. Да, неплохо. И так я объясню вам правила дуэля, дорогой Франк. Перед вами чрезвычайно хрупкая конструкция. Осторожно. Ничего не трогайте. Ничего не трогайте. Я чуть с ума не сошел, пока расставлял их. Так, Мэтр, и вы по очереди будете вынимать по одному гвоздю. Тот, кто первым уронит конструкцию или коснется гвоздем подставки, проигрывает. Я не предлагаю вам выбирать, потому что остались только 20 секунд. Я вижу, да. Да, 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 Мэтр, займите ваше место. Друзья. Начнем, Мэтр, чтобы показать вам пример. Здравствуйте, Мэтр, нельзя трогать стол. Хорошо, вы поняли, Франк? Да, я здесь, Франк. У вас немного потерянный взгляд. Итак, начнем. Сосредоточьтесь. Начнем. Мэтр, прошу вас. И заметьте, тронул гвоздь, ходи. Докажите, что можете быть деликатным, несмотря на свое телосложение атлета. Вот так. Еще не все, еще не все. Вот так. Да, давайте. Вы ведете математические расчеты, да? Я кладу. Кладите, да. Да, да, да. Мне начинает это нравиться. Да, что ж, радуйтесь. И Франк выигрывает в этой дуэли. Идите сюда, Франк, идите ко мне. Спасибо, старец Фура. Опуститесь немного, мне так удобнее. Это напоминает мне наших маленьких друзей. Возьмите, выспите это в колонну времени. Вот так, отлично. Да, и верните мне, пожалуйста. А то я видел, как вы только что чуть не положили один гвоздь себе в карман. Все, ступайте. Я выиграл? Выиграл, выиграл, да. Отлично. Спасибо, старец Фура. Не за что. А что б вы хотели, чтоб я ответил? Благодарю, господа. Браво. Отлично. С 20 дополнительными секундами у вас есть 3 минуты и 25 секунд на сокровищницу. Надеюсь, что за это время вы успеете принести максимальное количество монет для ассоциации. Не теряем времени. Да? По спорту мы идем за тобой. Последний рывок. Вы были великолепны. Я верил в вас, Оливье. Я не привык произносить длинные речи. Команда практически в полном составе перед решеткой сокровищницы. Напомню. У вас, конечно, есть 7 ключей. Сейчас мы раздадим их вам, чтобы отпереть решетку сокровищницы. Открывайте. Ставьте ключи в замки. Как только вы закончите, мы сможем перейти к следующему этапу. Вот так. Филиндра, увидите игров. Отлично. Отлично, надеюсь, что этого хватит. Паспарту, раздай подсказки. По моей команде вы сможете открывать патроны и начинать размышления. У вас есть 3 минуты и 25 секунд. Они начинаются прямо сейчас. Давайте, давайте. Решетка поднимается. Давай, давай, хорошо. Итак, первое слово. Скат. Скат. Нос. Нос. Крыло. Крыло носа. Крыло ската. Удар. Удар. Крыло. Нет, сильный удар. Скат. Птица. 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 Это крыло. Крыло птицы? Скат не подходит. Крыло ската. Да, крыло ската. Крыло птицы. Удар крылом? Да, удар крылом. Нет, так не пойдет. Нам нужна жертва. Мальчики нет. Я могу. Ты? Хорошо, супер, спасибо. Спасибо, Таль. Итак, скат, нос, удар, птица. Сила. Сильный удар. Нет? Сильный удар. Нет, крыло. Мельница. Мельница. Скат. Ветер. Удар ветра. Птица, ветер, скат, ветер, нос. У всех подсказок есть нечто общее. Нос по ветру. Ветряная мельница. Зерно, может, зерно? Крыло. Самое подходящее – это крыло. Крыло ската. Крыло мельницы. Крыло мельницы? Крыло мельницы. Крыло. Удар. Причем здесь удар? Птица и крыло. Крыло – самый лучший вариант. Самый лучший? Удар, мельница, ветер, ветряная мельница, удар ветра, нос по ветру. Пора идти, друзья, иначе вы останетесь там. Ветер. И решетка опустится. Ветер. Нос по ветру, ветряная мельница, удар ветром. Мне кажется, лучше крыло, чем ветер в любом случае, потому что скат и ветер не подходят. Пора идти. В вашем случае нужно рискнуть. Ветер-нос не сочетается. Ветер или крыло, я не знаю, я не знаю. Ветер, крыло, крыло. Я не знаю. Пора идти. Ветер, ветер. Ветер. Я бы выбрал крыло. Давайте выбираем крыло. Крыло, уверен. Да, удар крылом. Так говорят, ударить крыло. Крыло, хорошо. Нос, кат и крыло. Да, нос и крыло. Крыло с катом и говорим крыло. Крыло носа? Посмотрим. Крыло. Хорошо. Крыло! Давайте, вперед. Вы потеряли слишком много времени. Где Эл? Я на О. Где Эл? Здесь. Я на К. Р. Л. Келиндра, поверни голову тигра. Как можно быстрее возвращайтесь. Быстрее, быстрее. Вы потратили слишком много вашего времени. Сколько времени осталось? У меня рука не пролезает. Решетка опускается назад. Назад, Микаэль. Давай, давай. Давай, давай, давайте, мальчики, быстрее. Быстрее. Как жалко. Давайте взвешивать. Ты видел эти решетки? Да, я не мог запустить туда руку. Спасибо, Микаэль. Мы молодцы. Мы ничего не принесли, но спасибо. Вы потеряли слишком много времени. Как хорошо, что ты мне сказал. Эллади вернулась. Да, спасибо, Эллади. Ты молодец. Наша пленница, спасибо, Пасмирайя, снова с нами. Я говорил, что мы потеряли столько, столько времени. Мы сомневались. Кучу времени. Слово было сложное, хотя слово «крыло» было произнесено очень быстро. Да, сразу же. К счастью, в конце вы положились на то, что Микаэль сказал. На Микаэля. Крыло не ветер. Иначе это была бы настоящая катастрофа. Теперь вернемся к подсказкам. Во-первых, слово «скат». Крыло ската. Правильно? Да. Это большая рыба с нагрудными плавниками. Затем нос. Крыло носа – это одна из сторон носа. Она называется крылом носа. Что касается удара, это был удар крылом. Вы почему-то сомневались. Потом крыло птицы. И, наконец, мельница, за которую мы принесли в жертву Таль. Крылья мельницы обычно – это деревянная конструкция, часть ветряной мельницы. Итак, посмотрим, что получилось. Здесь не так-то много. Здесь не очень много. Пасмирай и паспарту. Прошу вас, начнем взвешивание. Смотрим. 6 410 евро. 6 410. 6 410 евро для ассоциации. Скажем пару слов об этой ассоциации. Кто расскажет нам? Кто? Я. Это телефонная линия, которая называется «Алло, родители и дети», предназначенная для всех родителей маленьких детей от нуля до трех лет. Вам ответят профессионалы, знающие все о детях. Психологи, детские медсестры. Часто родители не знают, что делать, если что-то случается с их ребенком. И теперь они не останутся в одиночестве. Они могут позвонить на эту линию каждый день с 10 до 20 часов. Прекрасно. Я думаю, им пригодятся эти деньги. Конечно. Они помогут им в их деятельности. В любом случае, мы рады были, что вы были с нами. Мы тоже, спасибо. Вы молодцы. Алло, родители и дети, не бойтесь пауков. Они продолжают изображать курочек и петухов, несмотря ни на что. Мы, конечно же, увидимся с вами очень скоро на новых играх Форт Боярд. Все дальше, все выше, все сильнее. Все сильнее. Производство русской версии СДА-Медиа по заказу телекомпании «Стрим». Не фото русской версии. voulez FDP? Продолжение следует... Продолжение следует...